Коневые и пешечные вилки. Действия коней необходимо держать под контролем уже с начальных ходов. Прыжки коней часто застают играющего врасплох. Особые хлопоты доставляют коневые вилки. Это разновидность двойного удара. Посмотрим сначала на элементарные случаи коневых вилок. Чёрный конь f3 делает ход на поле d2. И под ударом оказывается белый король и ферзь. А направление удара схематично выглядит как разветвление. Отсюда и название. Ещё простой пример. Чёрный слон c5 бьёт коня на d4. Его, в свою очередь, бьёт белый слон e3, укражая коню на e5. После чего чёрный конь e5 уходит на f3, объявляет шаг белому королю и угрожает белому слону на d4. Потеря слона в этом случае неизбежна. А в этом примере нападение пешки b5 на коня c3 вынуждает его к отступлению. Иначе он погибнет. Но тогда поле e2 остаётся без присмотра. И на него делает ход чёрный конь f4. И под ударом оказываются три фигуры белых. Король на поле g1, ладья на поле c1 и ферзь на поле g3. Король, естественно, уходит из-под удара. А погибнет ферзь, как самая ценная фигура. На этой диаграмме белые делают ход пешкой b2 на b4 и угрожают чёрному ферзю. Его свобода передвижения весьма ограничена. К тому же он связан с защитой важного поля c7. Этим обстоятельством и воспользовались белые. Ферзь вынуждена бьёт слона на b5. Теперь поле c7 осталось без защиты. И белый конь бьёт чёрную пешку. А с поле c7 объявляет шах чёрному королю. Угрожает ладье на a8 и ферзю на поле b5. Оригинальный случай произошёл в практике гроссмейстера Петросяна. Вот позиция из партии Петросян-Симагин, сыгранной в Москве в 1956 году. Белый ферзь делает ход на a8 и угрожает чёрному королю. Тот уходит на g7. Белый слон бьёт пешку на c5 с угрозой чёрному королю и ферзю. Ферзь бьёт слона. Белый ферзь идёт на поле h8 и угрожает королю. Чёрный король бьёт ферзя и оказывается на поле h8. Ладья f6 осталась без защиты, и её тут же бьёт белый конь g5, объявляет шах чёрному королю и угрожает ферзю. Эта партия закончилась победой Петросяна. Коварный двойной удар способны наносить и самые слабые единицы шахматной армии – пешки. Их уколы бывают весьма чувствительны. При этом чаще всего они сами гибнут, но свою жизнь продают очень дорого. Посмотрите, например, из партии шахматистов Фаринкеса и Кестлера, сыгранной в Гамбурге в 1965 году. Чёрная пешка идёт на поле g2 и угрожает одновременно белому королю и ладье f1. Вот она, пешечная вилка. Обратите внимание, если бы сейчас играющий белыми сбил королём нападающую пешку, то следующим ходом чёрный конь g4 сбил бы белого слона на поле e3, и возникла бы коневая вилка с четырьмя объектами удара. Поэтому белые не будут бить напавшую на короля и ладью пешку, а сделают ход королём на поле g1. Тогда чёрная пешка g2 бьёт ладью f1 и превращается в ферзя. А теперь этого новоявленного чёрного ферзя бьёт белый ферзь d1. Теперь конь g4 бьёт слона e3 и угрожает слону f5 и ферзю белых. Белые уводят ферзя из-под удара на поле h3 с таким расчётом, чтобы контролировать поле f5, где сейчас стоит белый слон. В этой партии победят чёрные. На практике пешечные вилки чаще всего встречаются в сочетании с другими тактическими приёмами, так как в изолированном виде пешечная вилка довольно очевидна и легко замечается даже начинающими шахматистами. Ещё своеобразный случай пешечные вилки. Это концовка партии Бенш-Псахес, Трнава, 1988 год. Чёрные делают ход ладьёй e8 на поле e1 с угрозой белому королю. Белые бьют ладью конём. Чёрные ходят пешкой f3 на f2 и под ударом находится белый конь на e1. И в то же время пешка нацелена на поле f1, чтобы превратиться в ферзя. То есть в любом случае пешка превращается в ферзя. Или на поле e1, или на поле f1. Однозначно, что чёрные в этой ситуации выигрывают. Подобный пешечный укол случается даже в дебютной части партии, о чём свидетельствует миниатюра Камольцев-Арьянов, Алма-Ата, 1964 год. Разыгрывается дебют славянская защита. Белые. Пешка d2 на d4. Чёрные. Пешка d7 на d5. Белая пешка c2 на c4. Чёрная пешка c7 на c6. Белый конь g1 на f3. Чёрный конь g8 на f6. Белая пешка e2 на e3. Чёрный слон c8 на f5, угрожая коню на b1. Белый ферзь d1 на b3, угрожая пешке на b7. Чёрный ферзь d8 на b6, закрывая с собой пешку. Возникло противостояние ферзей. Белая пешка c4 бьёт чёрную пешку d5 и нападает на пешку c6. Чёрный ферзь бьёт белого ферзя на b3. Белая пешка a2 бьёт ферзя b3. Чёрный слон f5 бьёт коня b1 и оказывается под ударом ладьи a1. Но белые играют пешкой. Пешка d5 бьёт пешку c6. Она стремится к восьмой горизонтали. Чёрный слон уходит от ладьи на поле e4 и угрожает белой пешке c6. А белые ладьёй a1 бьют пешку a7 и угрожают ладье a8. Чёрная ладья a8 бьёт белую ладью на a7. Пешка c6 идёт на c7 и возникает ситуация, схожая с той, что была в предыдущем примере. Под прицелом неприятельский конь и поле превращения.